Вкуснейший джем и деликатес, который можно отведать только в изысканном ресторане. Вот чему научит нас сегодня Аллочка Ковальчук. Причем мы будем готовить из кабачков, а используем не только плоды, но и цветы этого овоща. Здравствуй, моя чудесная подруга! Здравствуй, Надюшенька! Ты, конечно, у нас экономная хозяюшка, все в дело, но как тебе это в голову пришло? Цветы кабачка есть? Кабачок это дешевый продукт, это овощ, который продается на каждом углу в каждом магазине и стоит сейчас копейки. Сегодня у нас будет просто кабачковый пир. Мы приготовим сегодня необычные два блюда, десерт. Именно джем похож на персиковый. И будет закусочка именно ресторана из цветов кабачка. Кабачок – уникальный овощ. Он, как хамелеон, может набивать вкусы другого, более насыщенного за вкусом продукта. Именно поэтому из него готовят не только основные стравы, а и десерты. Лимонное апельсиновое варенье с кабачка – эконом вариант с вкусом вышуканного деликатеса. Но самое удивительное и гармонийное поединение именно с курагой, что перетворяет овощ на нежный персик. Еще одна дива с кабачка – страва из его квитов. Италия, Франция, Греция – в традиционных куховарских книгах этих стран можно найти таких безлеч. Поэтому на местных рынках это очень ходовый товар. Италийцы любят готовить с ними пасту или обсмаживать в кляре. Греки – фаршировать рисом и зеленью, тушкувать. Французы добавят в салаты и делают оладки. Для всех этих кулинарных шедевров подходят к квиты не только кабачки и цуккини, а еще и гарбуза и патисона. Квитковые стравы очень ценуются гурманами за яскравость, оригинальный и надзвучайно лагидный вкус. И в чем загадки цветка? Неужели цветок будет вкусным? Это у нас такая диковинка, эти цветы. В Европе их уже давным-давно все используют, кушают, и все рады, счастливы. И вот я посмотрела, что там готовят и фиалки, и нарциссы, и все. Думаю, а чем мы не хуже? Ну, естественно, фиалки нарциссы стоят дорого. А если есть огород, то можно эти цветы собрать. А если нет, бывает даже кабачок, а здесь цветочек еще висит. Вот этот цветок можно использовать. С какого блюда начнем? Джем или закуска? Мы начнем с джема, потому что он дольше готовится. Для джема нам необходимо 1 килограмм кабачков. Кабачки можно использовать, которые уже переросли. Мы кабачки должны взять, помыть. Если кожура у вас толстая, почистить, мякоть удалить. Если кабачки такие вот, как у нас, то мы не чистим и мякоть не удаляем. Нарезаем кубиком сантиметровым, засыпаем сахаром. На полтора килограмма кабачков нужно 1 килограмм сахара. И оставляем это все на час. Это для того, чтобы кабачки пустили сок. Я сделала заранее, и уже все у нас готово. Вот кабачок у нас нарезанный, засыпанный сахаром. Через час кабачок будет иметь вот такой вид. Много сока пустил, потому что в кабачках действительно много воды. Много, да. Значит, я сейчас включаю огонь, беру сотейник и аккуратно все отправляю в сотейник. Сахар не полностью растаял, но это не страшно. У нас самое главное, Надюшенька, есть жидкость. А жидкость не даст сахару подгореть. А сейчас температура нашего сока повысится, и сахар у нас быстренько растает. Понятно, что для тебя теперь готовить джем или варенье из кабачков – это дело неудивительное. Но в первый раз как тебе пришло в голову такое приготовить? У меня приехали родственники с Москвы, и они такие экономные. И, Алла, давай сделаем варенье с кабачков. Думаю, ну это уже вообще, понимаешь, блюдо какое-то уже, я не знаю, самое дешевое. И вот сделали, я попробовала, мне понравилось. Но, честно говоря, мне не хватало. Ну, кабачок, он и в Африке кабачок. У меня еще осталось с того года, было очень много абрикоса. Я абрикосы сушу. И я добавила эту абрикосу. Ну, что получилось, ты сегодня попробуешь и скажешь. Сейчас это все закипит и варить 30 минут. В ожидании, пока закипит сироп и начнет готовиться джем из кабачков, давай кофе выпьем. Давай, Надюшенька, конечно. Тем более, что намечается уже замечательный джем, который к чашечке кофе подойдет идеально. Аллочка, а ты знаешь, что композитор Бетховен был известным кофеманом? И говорил, что когда он пьет кофе, у него рождаются гениальные мысли. Давай и мы выпьем кофейку и придумаем еще новый оригинальный рецепт. Но выпьем кофейку, и у нас может что-то сегодня новенькое зародиться. Нес кафе. Первое правило утра. Джем будет готовиться на медленном огне 30 минут, а потом мы продолжим приготовление. Для нас с вами время прилетит незаметно. Чудесный совершенно аромат распространяется. Хотя ничего такого особенного, как ты сказала, секретного в этом аромате нет. Просто пахнет сладким сиропом и нежными кабачками. 30 минут у нас кабачки уже проварились. Они стали меньше в размере. Сироп уже стал у нас такой тягучий. Но его много. Сока много. 30 минут проварилось, и мы сейчас должны быстренько подготовить еще секретные ингредиенты, которые сделают наш джем похожим на персиковый. А ты! Да. Для этого нам понадобится курага. 300 граммов нужно предварительно замочить в теплой воде где-то на полчаса. Это я уже все сделала, воду слила. И еще понадобится лимон. Я его уже ошпарила кипятком. Лимон мы будем использовать полностью. И цедру, и мякоть все вместе. Надюшенька, сейчас я быстренько разрежу лимон. Можно все это измельчать с помощью мясорубки. Но мы используем кухонный помощник. Благодаря блендеру мы измельчим все ингредиенты до нужной консистенции за считанные секунды. Без усилий с нашей стороны. Начало лимон. Если вы используете курагу настоящую, и она вот сладкая, очень сладкая, тогда сахара количество можно чуть-чуть уменьшить. И теперь я добавляю 300 граммов кураги. Вот такая масса у нас получилась. Я думаю, это масса и так вкусная, правда, Надюшенька? Так вот именно. Сейчас пойдут ароматы божественные, Надюшенька. Сразу ясно, что теперь джем станет гуще. Сейчас мы это все перемешаем. Все ингредиенты у нас соединились. Кабачок, курага и лимон. 15 минут у нас это все должно провариться. А тем временем мы будем готовить второе блюдо, нашу закуску. Основа это цветочки. Пожалуйста, Надюшенька, тебе цветочечек. И мне цветок кабачка, когда он находится на кабачке, то он раскрытый. Очень много на кабачке пустоцветов. Поэтому, используя такие цветы, никто не будет переживать, что вот я сорвал цветок, и у меня не вырос кабачок. Вы сорвали один, а у вас 20 кабачков еще вырастет. Поэтому, если у вас есть кабачки, сорвите цветочки и попробуйте сделать это блюдо, и вы не пожалеете. А если в магазине продавать будут, то, наверное, дорого стоят такие цветы. Я никогда не видела, что в магазине продавали цветы отдельно. Продается так кабачок, и здесь такой цветочек. А как их сохранить, Аллочка? Ведь, допустим, ты сегодня сорвала два цветка, и что, ждать до следующего раза, и эти пропадут? Цветы в контейнере плотно закрыты, могут храниться в холодильнике двое суток. Морозить их нельзя. Значит, цветочки пока остаются у нас быстро. Сейчас сделаем кляр, потому что кляр нам нужно немножечко будет охладить. Структура кляра должна быть плотной, поэтому мы будем его охлаждать. Аллочка, ну ты вот сейчас говоришь о каких-то частях этого блюда. Расскажи мне, как оно в целом будет выглядеть. То есть что мы будем есть? Внутри будет моцарелла, сверху будет кляр. И это будем жарить не во фритюре, а просто в масле растительном. Одно яйцо для кляра понадобится. Все секреты приготовления изумительного кляра Аллочка раскрыла нам во все буду смачно, когда мы готовили цветную капусту. Там было сразу три блюда, но капуста в кляре очень понравилась Игорю Абуховскому, стороннику здорового питания. Так что вы заходите на наш сайт, посмотрите этот сюжет. Ну а это упрощенный вариант такого же вкусного кляра. Ускоренный. Тот кляр, который мы и делали, Надюша, этот кляр, он подходит идеально. Все, что вы хотите обжарить в кляре, используйте именно тот кляр, который мы готовили для цветной капусты. Так, одно яйцо. Добавляю 100 миллилитров молока. Здесь у нас пойдет пять столовых ложек вина, Надюша. Это чтобы кляр получился румяным и хрустящим. Да, все правильно. Две столовые ложки растительного масла. Это чтобы кляр меньше впитывал жир. Надюшенька, все правильно, я могу вообще ничего не говорить. Мы сейчас должны это все соединить. Соль по вкусу. Соль. И сейчас нам нужна будет мука. Муки необходимо 100 граммов. Муку добавляем частями, потому что, что, Надюшенька? Чтобы не было комочков. Все правильно. А тем временем у нас уже закипел джем. И вот на таком небольшом огне ему кипеть сколько, ты сказала? 15 минут. 15 минут. И уже будет готов. Сейчас у нас не джем. У нас сейчас там более похоже на варенье. И чтобы это было действительно джемом, мы потом все это измельчим. Кляр должен получиться как 15-процентная сметана. Да, да, Надюшенька, правильно. Все, кляр готов. Я его накрываю и отправляю в холодильник, Надюшенька. Этот кляр ты будешь использовать уже сама. Так у тебя есть готовый. Конечно. Тот, который уже пробыл нужное время в холодильнике, чтобы все ингредиенты соединились, и он не отставал от цветка кабачка с начинкой. 20 минут кляр находился в холодильнике. Он стал густым. Кляр должен быть настолько густым, что в течение 5, а то и 10 секунд он должен скатываться медленно с ложки. Сейчас мы берем сыр. Сыр я уже заранее натерла на терочку. Мы не солим, не перчим, ничего. Мы должны открыть цветочек. Начиняем сырочком вовнутрь. Вместо моцареллы какой можно сыр еще использовать? Можно брензу, твердый сыр. Любые сыры. И сколько? Так, чтобы закрылся потом цветочек? Чтобы закрылся, да. У нас здесь такие есть, как крышечки, и мы вот так вот его закрываем. Вот получается у нас вот такой вот кокон. Надюшенька, у тебя все тоже получилось. Мы начиняем коконы. Ты занимайся цветочками. Я отставлю наш джем, он готов. Пусть чуть-чуть остынет, пока мы будем заниматься цветами. И ставлю растительное масло на огонь. Оно должно хорошо прокалиться. И тогда мы будем отправлять туда наши цветочки. Цветок, кляр, масло. И опять нам нужно подготовить сразу тарелку, куда мы будем выбирать уже жареные цветы. И бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Ты молодец, ты все быстро сделала. Сейчас нам понадобится шумовочка обычная. У нас здесь вот будет кляр. Сюда я опускаю цветы в кляр. Я думаю, что уже масло у нас хорошенечко прогрелось, потому что видно, как получаются разводы. Ну что, Надюшенька, начинаем? Да. Опускаем в кляр хорошенечко. Делаем кокон. Угу. И вот так. И это все мы быстро делаем. Следующий пошел. Мы жарим не во фритюре, а вот маленькая сковородочка. У нас получается до половинки прикрыты наши цветочки. Так, смотрим, что у нас здесь. Аккуратненько переворачиваем. Кляр хрустящий. Из-за чего, Надюшенька? Из-за вина. Да. Быстро подрумянивается. Дело в том, что кляр у нас не толстый слой. Он быстро у нас подрумянится, будет готовый. То есть сырым он не будет. Сыр у нас внутри просто растает. Цветок у нас мягкий. Держать на огне нам долго не надо. Первый, который у нас был, я уже его достаю. Раз. Я так понимаю, что это блюдо, которое лучше есть теплым, свежим. Как любое блюдо в кляре. Так, Надюшенька, масло убираю. Уже все. И сейчас мы будем заниматься нашим джемом. Берем измельчитель. Выливаем сюда. Все. Закрываем. И перебиваем. Все перебилось. Кабачок у нас мягкая консистенция, он полностью разбился. А лимон и курага остались, но так и нужно. Тем пикантнее будет вкус. И так у нас уже готов джем. И по консистенции, по цвету это видно. И закуска из цветов кабачков. Для приготовления кабачкового джема со вкусом персика вам понадобятся кабачки, курага, лимон и сахар. Курагу на час замочить в теплой воде. Кабачки очистить, нарезать кусочками, засыпать сахаром и оставить на один час. Затем кабачки проварить вместе с сахаром в течение 30 минут. Затем добавить измельченный лимон и курагу и кипятить еще 15 минут. В конце, чтобы получился джем, все измельчить в блендере. Для приготовления цветов кабачка, обжаренных в кляре, возьмите цветы кабачка, сыр, растительное масло, муку, яйцо, белое вино, молоко и соль. Приготовить кляр. Смешать муку с солью, яйцом, вином и оливковым маслом. Добавить молоко, чтобы получилось однородное тесто, похожее на 15% сметану. Дать немного постоять в холодильнике. Сыр нарезать полосками или натереть. Нафаршировать сыром каждый цветок кабачка, после чего обмакнуть в кляр и обжарить со всех сторон в раскаленном растительном масле. Слушайте, такое необычное на вид блюдо. Начинка внутри сочная, благодаря тому, что цветок кабачка довольно свежий был, да? Сыр превратился в крем. Слушайте, ну я ожидала чего-то необычного, но то, что это будет настолько вкусно и необыкновенно, я и предположить не могла. Благодаря цветку кабачка сыр действительно превратился в крем, а сам цветок имеет необыкновенный вкус. Великолепно! А теперь полакомимся десертом. Десертом. Никакого кабачка, а вкус персика есть. Ну вот какое-то чудо произошло здесь на кухне, да и все. Я еще раз возьму, можно? Абсолютно все, как ты обещала. Да. Кабачки с нейтральным вкусом, курага с лимоном и получился персиковый джем. Только на секундочку сравните, сколько стоит кабачок и сколько персики, даже в разгар сезона. Угостите кого-то со своих друзей с завязанными глазами, и они не угадают. Точно. Аллочка, я знаю, что у тебя всегда есть запас. И ты наверняка приготовила побольше такого джема для того, чтобы и наши гости могли полакомиться. Ну как это быть, видеть, слушать и не попробовать? Угощайтесь, пожалуйста. Вам понравилось? Когда за дело берутся наши эксперты, даже самые обычные продукты превращаются в кулинарные шедевры. И мы снова доказали это вместе с кабачками и Аллочкой Ковальчукой. Спасибо тебе. Привет, Ютуб! Хочешь по-настоящему вкусно готовить? Подписывайся на наш канал, и мы будем готовить вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова